для того, чтобы обеспечить хорошую визуализацию. В других областях медицины и нашей специальности эндоскоп уже помог с успехом решить эту проблему. И в отохирургии тоже эндоскоп уже на протяжении нескольких десятков лет с успехом используется. И на наших предыдущих мастер-классах в нашей клинике побывали мэтры мировой отохирургии, проводились свои мастер-классы, мы уже около 4 лет успешно выполняем такие операции. Выявленные ограничения эндоскопа, мы попытались решить эту проблему. Это необходимость очистки эндоскопа, необходимость работы одной рукой, технические несоответствия, ширины наружного слухового прохода и диаметра эндоскопа. В нашем исследовании, проведенном, есть рекомендации, у детей какого возраста оптимально проводить операцию эндоскопически, с каким диаметром эндоскопа и при какой минимальной площади побережного сечения наружного слухового прохода можно оперировать эндоскопически. Также получен патент по технике малоинвазивной антоктомии эндоскопической и техника улучшения визуализации операционного боля при работе одной рукой эндоскопически также была запатентованной. Однако понятно, что ось эндоскопа заканчивается на оси латеральной стенки атика, поэтому то, что касается гипотимпанума, мезотимпанума и атика, тут эндоскоп имеет очевидные преимущества. Но если патология локализуется в сосцевидной полости, то, конечно, есть ограничения. Есть очень много работ, в которых говорится, что можно уменьшить процент резидуальной холестатомы при использовании эндоскопа на этапах сомневающих вмешательств для того, чтобы заглянуть в зал. И в нашем исследовании также получено улучшение, уменьшение процента резидуальной холестатомы у детей в группе, где был использован эндоскоп. Однако, когда мы начали активно применять эндоскоп на этапах от хирургии, мы столкнулись с некоторыми сложностями. Первое, это, конечно, расстановка в операционные. Это эндоскоп, это микроскоп, это большие аппараты. И еще у хирурга необходимо менять все зрение, переключаться с эндоскопа на микроскоп. Это тоже не всегда удобно и удлиняет время операции. С сентября 2020 года у нас в клинике появился 3D-экзоскоп. Мы были первыми в России, кто выполнил операцию ребенку, санирующую операцию ребенку под контролем 3D-экзоскопа. И вот есть работы, которые до нас уже были опубликованы, до нашего опыта. И здесь есть описание клинических примеров применения 3D-экзоскопа на этапах хирургического лечения холестератомы. И здесь тоже есть упоминание о взрослых пациентах. И даже авторы еще такой плюс приводят, как использование 3D-экзоскопа в период пандемии COVID. Потому что, когда мы работаем микроскопом, мы близко находимся к экране, а при работе в очках 3D мы можем работать в сизу, и при этом видеть, что на экране. Так вот, расстановка операционная, она, конечно, гораздо проще при использовании 3D-экзоскопа. Это хирургическая стойка, 3D-экзоскопическая стойка, 3D-экзоскопа и 2D-экзоскопа. И мы можем спокойно смотреть и меняя его зрение при работе экзоскопом и эндоскопом. При этом эндоскоп уложен на отдельный столик рядом с хирургом, а эндоскоп и джойстик его, они прикреплены к операционному столу. Этапы, которые можно делать под контролем зрения, были проведены без специальных методов физуализации. Этапы проводились все трансканальные этапы, это перевизия гипотинтонума, мезотинтонума, естественно, это ревизия синусов в романной полости, карманов в уже послеоперационной полости при санирующей операции, тимпанокластика, тампанажа слухового прохода, при необходимости тоже проводилась эндоскопически. С помощью эндоскопа 3D проводились все те этапы, которые классически проходят под контролем микроскопа. все эти санирующие операции, удаление натуральности анкриатика, ревизия гипотинтонума в романной полости. Здесь вот на видео мы видим... Здесь на видео мы видим... Можно, пожалуйста, на видео запустить вот эту асфальму? И нижнюю. Здесь мы видим протокональные этапы отцепаровка, разрезы отцепаровки тимпанами адами волос. Вот так как в ходе тимпанопластики можно осмотреть барабанную полость и проконтролировать эффект на круглое окно, даже без капли. И таким образом мы можем по возможности заплюнуть зал с помощью эндоскопов с углом отзора непременно. Это этап антромостойлотомии. Он выполняется под контролем зрения. Какой здесь? Первый этап антромостойлотомии. Здесь под контролем 3D экзоскопа как раз мы видим, как укладывается протез, устанавливается и укладывается тимпанами адами волоскоп, удаляется часть задней стенки на воздуховой проходе. И мы видим, что все структуры в этом 3D экзоскоп хорошо дифференцируются одинаковые ткани, холестатомные мягкие ткани, костные ткани. Здесь фрагменты гетерации операционного полости. Видно тоже видно. И уложена сверху фасция и сушные мышцы. Здесь тоже мы видим фрагменты сапаровки холестатомных масс. При санирующей операции тоже видно, что ткани отличаются друг от друга. Нужно получить хороший взор, при этом сохраняется работа двумя руками. Объем операционного поля достаточный. И именно в этих параметрах 3D экзоскоп не уступал операционному микроскопу. Здесь вот видно открытые, не покрытые кости сирмонитные силы. Здесь другое сапаровывается эпидермизация тоже. Мы видим, как структуры отличаются друг от друга. И что в принципе позволяет хорошо дифференцировать все структуры. Тут видно, как удаляются кислотомы из единичной клетки. Здесь показаны для сравнения как раз этапы сделаны управляющиеся в ход контроля протескопа. Мы можем вот так вот сбоку прокомпулировать, как успокаивает протез. Можем посмотреть по левочке. Если есть шпоры, то заглянуть в ход в область под шпоры, в область лицевого углубления. И карманы силы с обрывами, в области. Все хорошо. Смотрите, как раз область атика, когда мы управляем косточке, можем тоже хорошо провести ревизию в области задней части атика. Здесь показаны под контролем 3D, как выполняется, выкраивается воздух для столбопластики и для последующей варианты пластики. Тоже видим, что мягкие камеры хорошо дифференцированы. Причем эта запись видео, это видеоклады, хирург он оперирует в очках, и он видит в 3D картину, такую же объемную картину, которую можно видеть в операционном микроскопе. И здесь показаны у нас, там, дополнительные полосы, обнадуженность махалоправки. В тех работах, которые были опубликованы, которые проводили оценку качества операции с 3D экзоскопом, были оценены следующие параметры. Это качество изображения, стилеоскопичность, увеличение, и они все представлены на слайде. В нашем первом опыте, исследование продолжается, в нашем первом опыте мы не нашли именем суб 3D экзоскопа, и не можем сказать, что он в чем-то уступает операционному микроскопу. Ну, естественно, дальнейшие исследования, ограничения возможностей данного метода визуализации также необходимы. Но на наш взгляд, есть вот два таких плюса, когда 3D экзоскопия сочетается с эндоскопией. Это прочая установка в операционной, и нет необходимости менять усилия. И по нашим первым результатам опубликована статья. Таким образом, естественно, как я уже сказала, экзоскоп соответствует по своим функциям операционному микроскопу, но дальнейшие исследования необходимы, причем не только в санирующих операциях, причем в этапах кахлеарной имплантации, тоже может быть очень полезно. Спасибо за внимание. И хочу тоже проанализировать мастер-класс Киндер по вот этому парку. Спасибо за внимание.